Вместе 35 лет. В радости, быту и даже на диспансеризации. Сначала Екатерина регулярно напоминала мужу о том, что нужно обследоваться. Теперь уже он сам проявляет инициативу. Каждый знает о здоровье другого и взаимосвязанном. Семья должна быть дружной в этом отношении. Не в первый раз проходит ЧКП полным составом и семья Делары. Приезжают в Одинцово из деревни Петелино. Мы непосредственно проходили в мае. В этом же здании. Она открывалась здоровье поликлиники. Здесь комфортно. Здесь все новенькое. Очень приветливый персонал. Региональный медицинский проект «День семейного здоровья» работает уже пятый год. За одно посещение и родители, и дети могут выявить факторы риска развития различных заболеваний и получить врачебные рекомендации. Сдача крови – обязательная процедура. В основном идет биохимический анализ, клинический анализ. И так как у нас на данный момент еще принимают онкологические, у нас для мужчин идет ПСА. И дедимер, кто перевалил ковидом. Коронавирусная инфекция дает осложнение на органы дыхания, нервную систему, сердце и сосуды. Но ослабить организм может даже самая обычная простуда. У меня мама болела. Ну, вылечили, подлечилась. И доктор порекомендовал пройти диспансеризацию. Вот с ней прошли очень удачно. Онкология или, проще говоря, рак – наиболее опасное и нередко начинающееся бессимптомное заболевание. У мужчин в зоне риска предстательная железа. Поэтому специалисты советуют посещать врача хотя бы раз в два года. Ну, прежде всего, даже если у вас никаких жалоб нету и все у вас хорошо, то начиная с 40-45 лет хотя бы к урологу показаться нужно. Уролог, в принципе, знает, что с вами дальше делать и куда вас направить. Залог женского репродуктивного здоровья – регулярный осмотр у гинеколога. Он позволит предотвратить развитие рака в шейке матки. Мы берем маски на атипические клетки, на раковые клетки, которые на ранних стадиях можем знать. Опять-таки, у кого эндометриозы, там тоже можно уже сразу диагностировать. Здесь мы посмотрим молочных шелье, сразу отправляем на маммографию. И тоже в ранних стадиях, пока только даже в фиброзно-кистозе, мастопатии, уже мы сразу отправляем к онкологу. Мастопатия – еще одна распространенная женская патология. Из-за гормонального дисбаланса происходит разрастание тканей молочных желез. Для болезни возраст не имеет значения. К врачам попадают пациенты как 77, так и 30 лет. Чем раньше мы выявляем это заболевание, тем лучше оно лечится. Это, во-первых. И, во-вторых, это, конечно, хочется перенастроить менталитет наших жителей, что это не страшно, что это нужно лечить, и это нужно раньше выявить. Все направлено на это. День семейного здоровья проходит в Одинцовской областной больнице ежемесячно. Чтобы попасть на прием к врачам, необходимо всего лишь иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Карина Яряшева, Денис Харламов, Станислав Трифонов. Телекомпания Одинцова.